здравствуйте с вами вновь александр и сегодня я хочу рассказать и показать вам две коляски это casual play loop и валка baby snap ультра отдельные обзоры у меня на канале уже есть вы можете их также посмотреть но сегодня я хочу провести небольшой сравнительный обзор этих двух моделей потому что многие люди задают вопросы чем же именно они отличаются поэтому сегодня хочу наглядно вам это показать так что смотрим собственно вот эти две коляски и давайте теперь сравнивать как говорится начнем наверное сверху смотрите по поводу козырьков этих колясок козырьки набег колясок большие но у snap ультра козырек все-таки побольше по длине это в принципе видно и вот в этом положении он практически закрывается ножками здесь чуть-чуть все-таки остается зазор и у snap ультра есть возможность его еще увеличить отстегнув и освободив еще дополнение четвертую секцию дополнительно и мы закрываем ребенка полностью единственно вот эта вот часть она сделана из сетки поэтому плохую в дождь она сильно вам не поможет и будете использовать вот в таком варианте что касается ручки у колясок ручки сделаны принципе очень удобно и качественно и у валка baby ручка единственный косячок она не регулируется никаким образом по высоте ее невозможно отрегулировать у casual play loop есть возможность регулировки в принципе очень простым движением нажимаем кнопочки регулируем под себя кстати в козырьке еще вам не сказал о casual play есть смотровое окошко с пленкой чтобы не мочилась в дождь и вы можете наблюдать за ребенком в snap ультра такой возможности нет что касается непосредственно самого блока того места где она сидит ребеночек и невооруженным взглядом видно то что блоки у них немножко разные по размеру у casual play он явно шире чем у snap ультры сейчас я вам даже скажу точно в размерах ширину ширина casual play 32 сантиметра и ширина ультры 28 сантиметров 4 сантиметра поэтому вот эти четыре сантиметра зимой когда ребенок одет в хороший комбинезон чик все-таки в кажу по ему будет удобнее как вы заметили бампер есть конечно же в обеих колясках подножка тоже регулируется в одинаковом диапазоне у обеих колясок только у casual play мне больше нравится как реализована сама подножка потому что вот эта вот вся часть где будут находиться ноги ребенка из тем более себя не грязные вот эта вся часть она выполнена из прорезиненного материала это легко будет почистить у snap ультра прорезинная часть только вот этот маленький кусочек поэтому вот эта вот вся часть будет грязная и будет тяжелее почистить чем в casual play регулировка по высоте по наклону спинок реализована тоже немножко разным способом у casual play фиксаторы отжимаем опускаем вот здесь три положения лежачие что-то среднее и сидячая snap ультра здесь система ремней и вы тянете и отпускайте там где надо и вас нету жестких граней поэтому потянули поставили обратно что касается шоссе этих двух колясок шоссе они добротный у одной и другой очень хорошо качественно сделано никаких зазоров люфтов тресков там скрипов незамеченным поэтому на мой взгляд по поводу шоссе здесь у них все равенство единственное у шоссе snap ультра нет амортизации поэтому коляска на плохой дороге будет на мой взгляд немножко жестковато в casual play loop этой проблемы нет потому что стоят амортизаторы и по плохой дороге плавность схода будет замечательная что касается самих колес колеса здесь немножко разного размера вот вы едет видите это прекрасного casual play они больше но материалы из чего сделаны колес одинаково это прорезинный материал они не стираются очень долго не прокалывается поэтому них очень большой ресурс колеса поворотные что на одной коляске что на другой поэтому здесь все правильно сделано и маневренность колясок в принципе очень похожи единственная casual play она немножечко тяжелее чем snap ультра и при маневрах это чувствуется но незначительно совсем вот если придираться можно сказать так но не очень вот что касается багажного отделения колясок то snap ультра отделение доступ к багажному отделению вот этот промежуток он больше и сюда можно положить чуть более большое поклажу нежели чем в casual play но все равно здесь не собираетесь возить там здоровые какие-то вещи сюда нужно ложить что-то для прогулок а и что касается системы тормоза в обеих колясок система сделана правильная мы нажимаем сверху педаль блокируем и также сверху нажимаем разблокируем и тем самым мы не отжимаем ничего обратной стороны обуви и не пачкаем ее и не портим тоже система и в casual play loop используется поэтому здесь все одинаково что касается комплектации колясок в комплектацию с балка baby ультра входит вот этот очень очень хорошего хорошего качества и очень плотная накидка на ножки которая в плохую погоду очень хорошо вам поможет защитить своего ребенка на непродуваемая нету никаких щелей зазоров все очень так добротненько сделано здесь есть кармашки куда можно что-то положить вот вы видите как ребенок очень хорошо закрыт ниоткуда не дует все плотненько все очень хорошо накрыли ребенка и все он в домике замечательно себя чувствовать но у этой коляски в комплекте нет дождевика на случай дождя здесь его нужно покупать отдельно но обратная ситуация укажу play loop здесь комплектацию дождевик входит оригинальный дождевик но нет накидки на ножки ее нужно будет докупить отдельно вот эта накидка она кстати ничуть не хуже чем у волка baby snap ультра она тоже очень-очень теплая плотная также хорошо закроет ребенка вот сейчас я вам покажу это на деле лучше как это будет выглядеть поэтому здесь плане накидок даже не знаю что лучше не накидков casual play понравилось чуть больше потому что она чуть-чуть потолще ну мне так кажется я думаю она будет немножечко лучше держать тепло также закрыли и ребенок хорошо закрыт ниоткуда не дует в этом плане в этих колясках ребенок зимой будет хорошо защищен еще по поводу шасси что хочу сказать валка baby snap ультра она выдерживает ребенка до 30 килограмм они обе до пяти лет но нагрузку выдерживает все-таки больше коляска snap ультра 30 килограмм и 20 килограмм выдерживает casual play loop но здесь как не знаю наверное убрали амортизаторы потому что увеличили способность нагрузки выдерживать больше а здесь уменьшили нагрузку но добавили амортизаторы поэтому тут смотрите выбирать как обычно вам вот и еще хочу сейчас замерить колеса ширину колес потому что в разных домах разные лифты бывают такие лифты где просто не помещаешься с коляской не можешь заехать snap ультра 55 сантиметров casual play 59 до 58 с половиной сантиметров почти 59 поэтому при покупке обязательно это учитывайте ну а сейчас я покажу вам как эти коляски складываются складывается они достаточно легко что одна что другая так единственная для этого сниму накидочки чтобы вам было наглядно видно так сначала сложу snap ультра складывается очень просто кнопочка нажимаем кнопочку на ручку тоже нажимаем и что мы получаем в итоге вот такую конструкцию как вы видите если складывать блоком получается что она у нас получается очень длинная поэтому блок бы я наверное рекомендовал в итоге снять отдельно и положить его таким образом тогда получится более или менее компактная конструкция что касается casual play loop чтобы ее сложить здесь под ручкой есть две кнопочки справа и слева отжимаем и складываем все тоже как видите просто и легко можно сложить вот таким образом и получается тоже достаточно компактная конструкция они сложенном виде в принципе одинакового размера snap ультра единственное нужно блок отдельно отдельно положить так что в этом плане здесь ничья как говорится все служу обратно и кстати вес колясок snap ультра она весит она полегче и весит 8 и 2 килограмма casual play она loop 10 и 4 килограмма поэтому в рулежки это чувствуется кяжел плей немножечко тяжелее рулится чем валком snap ультра вот принципе это все что я хотел рассказать про эти две коляски сравнительном этом так скажем обзоре и давайте теперь подведем итоги на мой взгляд очень обе коляски достойны очень пристального внимания для выбора если вы выбираете такую вот сезонную хорошую коляску вот из плюсов в принципе таких самых очевидных что касается snap ультра это здоровый очень большой козырек в комплектации уже есть накидка на ножки она выдерживает 30 килограмм вот большой отсек багажный очень легкая 80 с копейками килограмм и маневренность тоже у нее тоже на высоком очень уровне вот если же говорить про сна про casual play loop здесь маневренность немножечко хуже завеса ну это все на самом деле незначительно вот но эта коляска она шире чем snap ультра поэтому в зимней одежде ребенку легче будет сюда поместиться здесь комплектации как я говорил есть дождевик но нет накидки покупаем отдельно превращаем ее также в хорошую зимнюю коляску единственное хочу еще сказать про свои личные ощущения по ткани тактильным именно ощущением что у одной краски что у другой ткани очень качественные единственное тактильно мне на ультре не очень нравится ткань она немножко шероховатая такая и не очень приятно ее трогать casual play наоборот ткань она раздражение не вызывает она достаточно приятная тактильно ну в принципе вот и все что я хотел вам показать в этом сравнительном обзоре ну а выбирать как обычно вам а вы свою очередь подписывайтесь на мой канал и всего доброго вам до свидания